К нам подключилась наш эксперт по дыханию Оксана Вальтер, которая расскажет и покажет, какие дыхательные упражнения можно делать, чтобы снять тревожность. Так, Оксана, доброе утро! А где это так тепло? Да, сменила немножко обои и хочу поделиться с вами этой красотой. Напомню, что Оксана находится на прямой связи с нами. Это прямой эфир, тут может быть все что угодно. Почему я так говорю? Потому что, Оксана, вы не двигаетесь. Вы снова зависли. О, нет, вы развисли. Зависли. Развисли. Развисли. Зависли и развисли. Но в любом случае, не будем мы сами тормозить. С чего мы сегодня начнем? Над чем мы сегодня будем работать? Да, на самом деле, Даша, вы сказали о таких первых признаках, да, панической атаки, так называемая, которая в последнее время стала, можно сказать, бичом современности. И первое, что я хочу сказать и дать знание всем нашим зрителям, кто видит, что это состояние абсолютно безопасно. Потому что чаще всего, когда человек его чувствует, его накрывает такая сильная волна страха, и он думает, что это что-то смертельное, да, это уже должно снизить такую тревогу наших зрителей. И, естественно, то, что вы перечислили, да, это такое сильное сердцебиение, потение, гул в ушах. Это то, чем мы не можем управлять, но у нас есть очень классный инструмент, которым мы можем управлять. И этот инструмент, конечно же, дыхание. И первое, что я советую при признаках панических атак, при признаках вот этого внутреннего напряжения, это очень глубокое диафрагмальное дыхание. Да, и, к сожалению, мы вас не видим, потому что у вас все зависло, вам нужно отключиться от Wi-Fi и быстро подключиться к мобильным данным, к интернету через мобильные данные, потому что Wi-Fi немножечко у вас не потянул. А теперь видно меня, Надя. А сейчас мы будем проверять. Я все починила. Ура! Ура! Я все починила. Итак, давайте. Какие упражнения есть, чтобы очень быстро вот эту паническую атаку брать? Да, очень простое упражнение. Выполняется очень легко. То, что вам нужно сделать в начале этого упражнения, для того, чтобы было чем измерять, да, вам нужно положить одну ручку на грудь, вторую на живот. И при вдохе рука, которая лежит на груди, должна оставаться неподвижной до последнего, а рука, которая на животе, должна двигаться. Готовы? Да. И начали тогда просто спокойно, комфортно, без усилия, да, признак вот этой панической атаки, это и так чрезмерное усилие, которое накопилось внутри нашего тела, внутри нашего организма. И нам нужно запустить параллельную симпатическую версию, парасимпатическую. И при помощи вот такого дыхания, когда мы дышим глубоко, дышим животиком, тогда наша диафрагма расслабляется, нижние трети легких насыщаются кислородом, и такое дыхание демонстрирует всей нашей психике, да, особенно рептильной части нашего мозга, которой мы не можем управлять, которая отвечает за рефлексы, о том, что мы в безопасности. И буквально три минутки такого дыхания, и вы почувствуете изменение в своем состоянии. В общем, при надвигающейся панической атаке дышим животом, глубоко и расслаблено. Так, девочки, вы меня расслабили, я, по-моему, сейчас усну. У меня впереди такой гость, мне наоборот надо дышать активно, а вы меня расслабляете. Ну, а вдруг кто-то проснулся, и у него уже напряг, у кого-то тяжелый день. Вот мы и для них сейчас работаем, не только же для тебя. Это ты любишь вечные движения. Кому-то просто нужно чуть-чуть успокоиться. Да, такую практику. К сожалению, Оксана... Ей надоело тебя слушать, понимаешь, ты даже Оксану довела. Вот в чем дело, я понял. Поэтому дыши спокойно, не нервничай. Давай, руку на грудь, причем на мою, я на твою. И смотрим рекламу. По-моему, так она говорила. Он абьюзер. Я самый добрый. Реклама. Добрый апреля. Смотрите все выпуски программы Танго Студио на нашем YouTube-канале.